Зак Бензикут, колдстар, нам слово. Я думаю, все равно команда W будет играть на все 100%. И здесь, в этом матче престижа, Гамбитам нужно обыграть китайскую команду. Ну 100%, хотя бы одну карту отжать, не уезжать с 0-4, хотя бы размочить свой счет. При том, что если мы вспомним прошлые MSI плейна, где Virtus.pro тоже группу завалили, они напоследок Gigabyte Marinta обыграли, которые потом вообще чуть TSM не обыграли, потом еще вообще они вышли в основную стадию, и там еще TSM обыграли, и кого они только там не обыгрывали. Из группы, конечно, не вышли, не хватило чуть-чуть, но все равно. Ну что ж, дорогие дамы и господа, последний рывок для Гамбитов матч престижа, который они могут выиграть против действительно одной из сильнейших команд плей-ин стадии. WE против Гамбит и Спортс. Пики и баны начинаются. Пгнали! Элизу забанили против Гамбит, и Кайна против Даймонд Прокса. Два Лесника против Даймонда уже ушли, а тут уходит Каллистый Галек, все. Каллистый Галек бан. Да. Посмотрим. Тут поменяли, поменяли. Да, но не хотят они больше разочек сыграть против Каллистый, поняли, что чемпион силен. Да, чемпион силен, Сиджуани по-прежнему open, Жарван open, Шая open. Пока что. Нужно сейчас подумать, забанит ли какую-нибудь Шаю против 957-го, или же подумать, что оставить на ферст пик, и что они заберут после того, как этот ферст пик они отдадут. Я бы, я вот, допустим, все равно, что заберет, ну, допустим, себе на ферст пик W, там, допустим, ту же Шаю, да? Вот Жану, Жану бы я 100% прям забирал бы для гамбитов. Мне кажется, на Жане Эдвард прям покажет, как надо играть. Просто если это были, они так вчера две игры сыграли с Жанной. Тут, конечно, пришел Зеро, который сегодня Нотарики, очень хорошую игру, очень уверенную игру Нотарики показал. Но Алистар, у Жану, мне кажется, уже неплохо смотрится. Если там ветерком сбивать комбу Алистару, все будет окей. Сиджуани должна быть, по-любому. 100% здесь должна быть Сиджуани. Влез однозначно. Вопрос, что еще добирать? Сами Шая. Я думаю, Шая. Джарван, Джарван. А, нет, Джарван в бане. Шая, Сиджу. Оптимальный. Да, но, возможно, опять же, Бластинг плохо на Ша играет, но я, как понял, после вчерашней первой игры они потом... Либо Тристана. Пусть Тристан тогда забирают. На Тристане, возможно, тоже. Ког. На Коге играл Бластинг раньше, поэтому чемпион для него привычный. Но, опять же, Алистар. Опасно. Но, скорее всего, Жану будет последним пиком в первой стадии забираться. Или, кстати, Таймкенч. Вот Таймкенч и Ког хорошая связка. Да, да, да. Сейчас нужно забирать не Жану, а Таймкенч. И во второй стадии... В Алистарах. Либо Трандл. То есть, вот эти два парня, Таймкенч и Трандл, хорошо ставят в Алистарах. Да, да, неплохо тоже. Но Таймкенч по сейфове просто. Трандл... Там нужно прям скилловым быть Трандлом, чтобы Беларом сбивать. Война появляется. А против кого появилась? Против как раз-таки Кога. И Война очень так жестко подкантрирует Кога-то. И вообще, Войну мы давно не видели. Блин, как приятно посмотреть будет. И сейчас бы еще Анечку на миде увидеть с Тиберсом новым. Жестко, жестко звучит вообще. Все жаждут Тимаша, а мы жаждем вот таких вот олдскульных старых чемпионов, как Война и Анечка. Рамбл. Рамбл тоже, кстати, вот игнорируют, а мне кажется, он вполне силен. Я не понимаю, почему. Вот в Корее, кстати, иногда пикают Рамбл. Да, кстати, это фликсовый Рамбл, может быть, лесной Рамбл. Ну, лесной, я не знаю. Из-за того, что огнемет по нерфи сильно, да, это, мне кажется, убило лесного Рамбла вообще полностью. Но там Кенча может быть. Кира выбирает, показывает свои там 14 пиков, которые он брал. Ну, Мальзахар, так-то вчера, Эдвард избрал на Мальзахаре, поэтому Чогат. Ну, я бы не стал, наверное, сейчас открывать Чогата, тем более. Тем более, его не банили в прошлой игре, в второй стадии, и вообще не банили, поэтому вот такое. В общем, забрали Чогата, стажер на Чогат играл, неплохо отыгрывал. Вчера, правда, не особо игра на этом чемпионе зашла. Чогат неплох, вообще, в Рамбл. Мне очень нравится, я считаю, его прямо на верхней линии, в год-тире он находится у меня точно. Это точно, я согласен с тобой, тут полностью Чогат, его можно в Блайнд спокойно тоже забирать. Ну, вот насчет Блайнд, это уже прямо опасно. На самом деле, он может разные функции выполнять, как Жарван, то есть Жарван тоже может спокойно в Блайнд брать. Просто забирая Чогата в Блайнд, тебе нужно прям понимать, что как, когда, где ставить вижн, как отыгрывать, как ставить линию, не агрессивничать, иначе там пару раз тебя убили, и все, заканчивается линия, и вообще. Ты, конечно, выформишься со временем, если тебе дадут это время. Жанну забанили, кстати говоря. Ну, это правильно, да, потому что здесь Жанна Кока смотрится неплохо, но вот, кажется, там Кенща забанят, и Чемси Вить Кога будет уже придумывать команда и тренер. Как-нибудь Лулуха на мид вылезет у Тим ВЕ. Будет неприятно. Думаю, это над последним баном, 7 секунд остается. Я бы там Кенща прям закрывал, мне кажется, или Карма какую-нибудь тоже. Карма? Ой-ой-ой, Карма, кстати, здесь тоже неплохо смотрится, потому что Чоку-то ускорит, Лулу тоже неплохо. Ну, забанят таких утирителей с никого. Да-да, тут остается, кстати, как раз из утирителей Рейкон, Карма. У Рейкона его не стал брать, вчера Уэдварда там как-то совсем игра не пошла, мало ли осталось какое-то послевкусие такое неприятное после... Горечь, горечь. Да, поэтому здесь, мне кажется, Карма... Вот, там Кенщ или Карма? Против Рамбла Карма, да, неплоха, но против Элистара мне не кажется, что Карма это хороший вариант. Хотя вот... Ого, Нуну! Причем Нуну... Нуну-суппорт или Нуну-влез? Эдвард это знатный. Нуну-суппорт, скорее всего, Сиджане, вряд ли там суппорт такой. А, ну да-да-да, точно-точно. Это прям такой old school, old school прям возвращается, но я вот в этом... Посмотрим, посмотрим. Хотя против войны, учитывая то, что Нуну снижает атаку спит противника, очень даже интересный вариант. Тренировали ли они? Ну, или просто уже так на расслабончике интересные пики, заготовочки свои выкатывают? Да. Я видел в Америке Нуну пик или влез вместе с Твичом. Блин, какая же связка мощная! Там, если они не отстают, они прям мощат очень сильно. И для Кони Грейвса в лесу. Давненько мы не видели Грейвса. За эту игру мы видели больше таких, типа, интересных, уникальных пиков, чем вообще за весь турнир, да. Пока что. Тут понимаешь, Вейн ферст-тайм, да, на чемпионате мира? Да. Грейвс, Рамбл и Нуну. Четыре чемпиона. Так еще дурак до конца не дошел, а мы сейчас еще что-нибудь интересное. Ну, это стандарт. А вопрос в том, вот Кира видит Лебланку. Кого он возьмет на мид? Это интересно. Хотя это может быть медовой чугат. Нет. Или да? Нет. Нет, медовой чугат не надо. Нет, не будет, не будет. Такое. Вот. Можно какую-нибудь синдром взять, это скиллбейс будет. Либо можно взять, например... Вот. Кстати... Ну, не знаю, не знаю. О, Ясо! Ясо, это интересно. Это интересно. Давно, давно хотели... Уже писали гамбиты в своих пабликах, что... Может быть, Ясо, Кира писал. Но Ясо никак не появлялся. И вот теперь настало время. Но против Лебланки это очень сложный мочал. Прям... Очень неприятно. На Ясо нужно очень круто отыгрывать. Механически круто его исполнять, чтобы против Лебланки хорошо фармить и контрить вообще ее. А так, если ты там где-то подфейлишь, тебя раз убили, все, Ясо в отовгейм. А тут еще и грэвис. Грэвис Лебланка это жестко. Одна цепь, Ясо умер. Да, тут еще рамбл присутствует. Вообще дэмэджа у Team W и просто огромное количество. Со всех позиций, ну, миллиард урона вообще. Да, и Лебланка там с фланга будет заходить. И Война, которая там очень жестко рассекает танков. Тем более, Война против Чогата работает идеально вообще. Да и против Сюджани, тут против двух танков. Тут Гамбитам будет очень сложно, даже если они вперед выйдут. Вот здесь, кстати, сетапы мне... Они такие жесткие, жесткие, плотные. И прямо один другой пытается чем-то контрить. Там с одной стороны Кога, с другой стороны Война, Хардкерри наверху. Там тоже будет жарко. Рамбл против Чогата. И в лесные тоже, лесной тоже матчап. Где Грейс будет, ну, должен контрджанклить, по крайней мере, Сюджуани. И там Сюджуани должна выживать. А сегодня мы видели, как Даймэн Прокс испытывал проблему. И Ясу, конечно. Прям вишенка, знаешь, на торте, так сверху. Вишеночка. Главное, чтобы не было Хасакири Портулес. Это самое главное. Рапторы там, да. Главное, чтобы не было рапторов. Это вообще просто будет обида. Интересно, насколько наигран, кстати, у Киры в Ясу. Как много он на нем вообще игр сыграл. Просто в Сулуку играть на Ясу, это такое, немножко самоубийство. Какой скин он, кстати, выберет. Потому что новый скин на Ясу очень крутой. Там все крутые скины. Ясу единственный чемпион, на котором мне нравятся все скины. Вот вообще. И Ковбой, и Бладмун, и Прожект. Шляпник такой себе Ясу, мне не нравится. Он нормальный. Ты играл в нем? Да, конечно. Когда Кушку жмешь, такой... Ну что ж, дорогие дамы и господа, начинается матч. Матч престижа. Гамбиты и должны выиграть сейчас против китайского коллектива. Да, драфты непростые с той, с другой стороны. Будет еще интереснее наблюдать за происходящим. Давайте погружаться в игру. Погнали. Для себя, для фанатов эта игра очень важна. Гамбиты, конечно, тоже хотят размочить счет. Хотя бы одну карту забрать. Показать, что мы можем. Мы можем, на самом деле. Просто вот, ну, что-то не получалось. Вот здесь, возможно, сейчас все у них пойдет. Инвей тут собирается делать WE. Стажер все видит. Пошел направо, догонит. Нет, Гарпун, кстати, прокачался в 957-й, но просто забирает... Это сейчас стандартный старт, кстати, с Гарпуна. Я, кстати, не люблю. Я люблю огнеметом немножко поджарить сначала. А вот на левел 2 прям пойти так агрессивно. Сейчас проблема, знаешь, главная, почему стартует еще с Ешки. Раньше огнемет мог настакать. Ну да, 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 сейчас нельзя. Там 10 секунд. Раньше мог прибежать прям с настаканным огнеметом и сразу сжарить напалмом. А сейчас вот Ешка гораздо профитнее на первом левеле. Это что за изнурение? О, экзот пошел. Хотят выбить Саммонер из Мистика. Да, пытаются это сделать. Дожимают, исцеление выбивают. Изнурение на исцеление. Но это размен неплохой. Неплохо. Смотри, смотри, как сыграли гамбиты неплохо. И скачок бластинг делай, делай бластинг. А не захотел, просто исцеление нажал. Хорошо. Теперь нужно выйти. Листа Ани. Все, все, все. Лебланк отходит назад. Они понимают, что здесь они ничего бы не сделали вдвоем. Максимум бы прохарасили. Но это такое. Ну вот, хорошо. На первом левеле разыграли сейчас гамбиты. Тут на лавел один красный баф. Сразу конь Дин выйдет. Ой-ой-ой. Надо выходить. Гамбитам опасно драться до конца. Смайт. Баймон Прокс не фейлит. А можно и драться. Да, теперь драться можно. Кира здесь. Стан проходит. Кира продолжает бить. Минус раундбол. Да, очень, ну, во-первых, агрессивно в W сыграли. В принципе, с Грэвисом это нормально, когда ты заходишь на левел один против двух танков, которых ты можешь там. Но они как-то по таймингу очень поздно подошли. Плюс у них не было варда, которого они должны были поставить вкус, где красный баф вообще забирали. Да, они варда поставили просто на красном бафе. Да, просто наставили, чтобы посмотреть, где с этого ли бафа они стартуют. И в итоге, чтобы вкус поставить они не смогли. Поэтому и Кира получил ассист. Это приятненько. И, кстати, он воспоминение потратил. Вот это уже не очень хорошо. Ну, это нормально, учитывая то, что кулдаун не такой большой. Да, просто он уже помял лепланку очень сильно. Мало ли будет какой-то такой трейд. Ой, как хорошо сейчас играет на нижней линии Эдвард и Бластинг. Они в войну прям очень жестко гнобят. Исцеления у них нет, скачка у них нет. Это очень плохо для Мистика. Его сейчас очень жестко будет зонить в ближайшие минуты три. Как бы ему здесь не умереть. Ну, в этом плане хорош. Вот он постоянно свои мячики кидает. Замедляет скорость атаки Мистика. Зачастую, кстати, это... Даймонд заходит на бот. Все правильно делает. Там нет флеша. А, Мистик. Почему-то Даймонд не пошел. Разворачивается. Сейчас Даймонд подойдет. Даймонд, Даймонд, пожалуйста, выходи. А, Бластинг с флеша играет. Даймонд прокс тоже разыгрывает с флеша. Начинает танковать вышку. Здесь будет Ешка от Сиджуани, но продолжать не станет. А Конди заходит и забирает бластинга. Ну, Даймонд очень как-то долго стоял. Прям очень долго он стоял. Он прям какую-то суперидеальную позицию для себя ожидал. И в итоге Коку пришлось со Скачка играть, чтобы дополнительно автоатаку дать. И Даймонд там тоже свой флеш потратил. Но он как-то не особо выгодный. И стажер тут еще немного заромил. Ну, запушил, потому что сильно рамбла. Вышел расставить вижн. Хотя вижн у него нет в арте есть. В арте есть. Нужно поставить вижн какой-то. Возможно, на Громпика зарядить вардецкий. Ясу нужно сейчас поаккуратнее. Как раз Кира отходит, чтобы на базу вернуться. Тут просто Алистар с Грейвсом подходили. Они могли спокойно этого Ясу как минимум флеш из него выбить. А терять Скачок не очень хочется против Лебланки. Мы видели, как Клауд Найн выбили из Брюсера Скачок, когда он играл на Люссен против Лебланки. И там просто все. Потом Люссен уехал в 0-2 и без шансов там линия сразу началась. А вот эта подстановка линии, которая... Ой-ой-ой! И выкинет сейчас бластинга, и нет флеша. Да, но это убийство дополнительно для Контеса. Ну вот опять, да, ну бластинг... И вы не еще килл оставили, как какие-нибудь все-таки эти китайские игроки. Все грамотно. А вард же был, почему бластинг так далеко вышел? Непонятно. Ну и даже был Вижен. Не говоря уже о том, что он не мог просто выходить без Нуну. Отомстили, отомстили команда W. Не ожидал, наверное, что Zero так с флеша сыграет. Возможно, думал, что вообще там нету скачка. Да, в итоге вот наказали его. Киро, кстати, купил себе перчатку на крит. То есть шальной крит залетит. Лебланка... Только 20% это даже не шальной такой, а каждая пятая автоатака. Ну вообще, я предпочитаю на Ясу больше стартовать с... Чирик, Чирик. Чирик. Нет, у Ясу в два раза больше крит. Я настолько давно играл на Ясу, настолько давно на нем не фидил, что я уже забыл, что у него пассивка вот двое крит. Все правильно, да. Поэтому ты на Ясу собираешь два предмета всегда. Стандарт. Это Phantom Dancer плюс Infinity Age. И у тебя 100% крит. И безумно много дамеджа. Заходит на Ши, пытается по нему доиграть. И стаки. На стакивается полностью Ешка. Один удар нужно поместить. И Кира умирает в итоге от Кушки Тши. И Даймонд Прок сможет тоже погибнуть. Пытается уйти под своей вышкой. Ему удается выжить. Неприятненькая смерть. Но Конди на Грейвисе такое огромное количество работы сейчас проводит. Это просто... И на бот он успел вовремя, Кока добил. И потом он на мид заромил, прогнал Ясу на бэк. Потом пошел на бот, там убили Кока. Потом вернулся на мид вместе с Рестаром. И в итоге Ясу добили. Ну, конечно, Конди сейчас на Грейвисе очень жестко отыгрывает. Кары нету у Даймонда. И, по сути, он теряет этого... Остроклювика. Бабушку. Да. Нянечку Остроклювика. Пока по золотой все равно гамбиты впереди. Но то, что Ясу начинает поджимать... Да даже Лебланка. Шея один на один очень жестко его продамаживает. Там на 80% соло. Ну, против Лебланки сложно стоять. Тяжело, тяжело. Ну, и вот такие моменты, когда что-то не заходит. Вот Ясу это чемпион о фарме в early game все-таки. Ясу не любит экшен в ранней игре. Ему нужно пофармить. Ясу, это тоже чемпион, два слота собирает и ауешет карту. Но ему нужны эти два слота. Фантом плюс Инфинка. Тогда он сильнее становится, да? А когда у него нет слотов, то та же Лебланка, она чувствует себя получше все-таки. Конди через дракона сейчас, возможно, пойдет на нижнюю линию. А там очень жестко запушено. Хэтбат приспевает комбо от Zero. По бластингу разыгрывают. Мистик продолжает бить. Здесь и Грейвс. А он даже, возможно, и был не нужен, потому что бластинг падает. И еще одно убийство получает для себя команда в AE. Кира здесь. Но даблкил уже взят для Конди. Пытается разыграть Кира. Очень тяжело это сделать. По нему много контроля проходит. И триплкил забирает Конди. Это провал на нижней линии. И даже если бы Конди не подходил, конечно, бот-лейн 2 на 2 выигрывали здесь очень жестко. Мистик плюс Zero. Там война откинула Кога, когда у него был вообще на одну автоатаку. А сама нажала хил, у него там стало половина здоровья. Поэтому вот рейд 2 на 2 они очень жестко выигрывали. И тут еще, конечно, Конди подошел. Ну а Кира пытался просто какой-нибудь себе килл нахалявить. Но там его, конечно, тоже очень жестко законтролили. Ситуация катастрофичная в некотором плане. Потому что, когда так сильно вы проигрываете... Ну, во-первых, самое главное это Лесник. Потому что Конди получил для себя 4 убийства. Когда ты видишь от Фиженного Грейвса... Ты иши пропала. Ты иши пропала, да. Потому что если, например, ты видишь от Фиженного Казикса, то это чемпион, который... Ну, он... Хотя ладно, в Казиксе. Нет, нет, нет. Казикс в турнирной игре даже от Фиженной может получить по шапке. Потому что он очень скешовый. Грейвс же это автотакер, который будет стоять рядом. Ну, Кира Кира Мансит возле стенки. Хорошо играет. Хорошо разграл Кира. Неплохо, да. Да, ты прав. Вот Грейвс, да... Он будет стоять рядом со своей командой. Он будет бить ближайший таргет. А Расвиженный Грейвс в ближайший таргет тут будет, ну... Колоссальное количество урона носить. Причем он Черную Секиру если купит, то два танка, скорее всего, должен покупать. Он будет просто в войне еще армор срезать. Для войны, точнее. Да, ну опять по бластингу играет. С веку комбо и... Ну, они пойдут, наверное, дальше. Они так, хороший трейд для себя провели. Шестой уровень получат и... Бластинг разворачивается. Хорошо позерно дамаживает. Почти убивают его даже. Мистик теперь получает удары. Эдвард. Вот, неплохо разыграли в ответ. Как-то они прям очень жестко просели. Хороший ответ сделали Эдвард с бластингом. Молодцы. Вот война шестой уровень получат. Нужно будет прям... Нужно очень аккуратно будет. Ну, Кира подходит на бот. Возможно, заберут... Вот тут Балистара им. Сейчас Балистар закомбил. А тут шестого уровня уже война. Этого нужно опасаться. Все-таки в Вейне... Кстати, кроме пролома ничего нету. Из подкидывания Сиджуани кушка. А, да, еще Сиджуани. Микроброс дает, да. Это что-то на уровне Пилара Трандла. Да, типа того. Там микроподкидывание совершенно. И в итоге просто проще залендить, например. Там Пиларам нужно прям в центр попасть, чтобы залендить подкидывание. А тут кушка просто вперед влетел. И особенно сейчас скачок есть. Там вообще изи, по сути. Так Даймонд с ультиматом на нижнюю линию подходит. Какой плен бы дать по Вейне. А там шестой уровень Энлистар. Не получится его сейчас убить. И тем более, что и левел Война. Она очень мобильная. Она там может выйти. Скорее всего на контрганг он подошел. Если сейчас они пойдут прям агрессивно играть. Я боюсь, что 3 на 3 они проиграют все равно. Потому что Грэвис 4-0. У Грэвис пока не в позиции. Но они дождутся его. Да, они дождутся. Грэвис не в позиции. И все-таки красный смайт, кстати, у Грэвиса. Там еще нужно быть аккуратнее. Потому что у Рамбла есть телепорт. И у него появляется маска прямо сейчас. Хотя вот Рамбл будет сильнее на телепорте. Да, конечно. Уравнитель там вообще шосс. О, играет хорошо по Мистику. Вот это превосходная разыгровка. Мистик тут ошибся очень сильно. Нельзя было так. А тут может быть и трака? Потому что Алис Старф. Идут 3 телепорта. Вылетают сюда. Зеро подходит. Подкидывает Эдварда. Эквалайзер уже был сдан. Не самый лучший. Кстати говоря, Сайдс проходит по Зеро. Продолжает его бить Стажер. Нажигает 957. Но урона недостаточно. Стажер идет вперед. Подкидывание было. 957 подстаном. Стажер заходит очень далеко. Получает удар от вышки. Практически убирает с кушки. Конди, он погибает. Ясу тем временем умирает. Один на один от Лебланки на миде. Даймонд Прокс с Дастингом пытается выйти. Добивает все-таки Зеро. И Бластинг должен пассивкой дожарить. Огонит или нет. Сейчас будет читать. Скорее всего убежит 957. О, выживает 957. И в результате это не самый приятный размен для Гарфитов. И тут еще шея подходит на нижнюю линию. И Даймонд Проксу ну просто некуда бежать. Его просто добивает. Зря гамбиты дрались, мне кажется. Нужно было просто убегать. Продали бы Эдварда и все. И все бы вышли. Они с разворота начали играть по Листару, который был под ультимейтом. При том, что по тебе постоянно стреляют. Ой, е-е-е. Он тут сбил телепорт. Шея. Так. Задоджил ветер. Вернулся назад. Цепь попадет или нет? Ну, скорее всего попадет цепь. Естественно, он же убил. Поэтому, да. Здесь Скира. Ну, надо было микрит. Надо было сайстепчик до конца, пока ты вот цепь не увидишь. В итоге не задоджил и погиб. Иначе не линии. Вот бить Алистара, когда рядом стоит Грейвс и Рамбл. Это, ну, такое себе. Надо было просто выйти. То есть у тебя 3 на 3 слабее. Ну да, Мистика убили, все, вышли сразу. Продали одного, один в один разменялись. Это файн. А так пошли до Талова и... Отдали еще кучу убийств ненужных и кучу ресурсов. Тот же Чокот, который прилетел. Он мог бы пофармить в это время. Так тут по Эдварду играют. Удалось выжить. Но collateral damage или нет еще? Нет, колорадский damage еще на кулдауне. Тут сейчас можно по вышке спокойно играть. Эдвард не в состоянии помогать. Скорее всего, бэк. Хотя даймонд прокс подойдет. Нет, тут проблема вот самая главная. То, что Алистар может затанчить под Unbreakable Will'ом, который у него почти откатился. Телепортов нет сейчас. Поддержки никакой. Соответственно, Ясо на бэке. Мид приорити получен на синей стороне. И Ши еще заберет вышку. Сейчас будет, да, первая кроя для Ши. Но Липланка сейчас очень-очень сильной станет после того, как она первую золотую... Так, тут стрелял Даймонд прокс. Опа, Конди. Пытается разыграть. Стан не прошел. Алистар хорошая балакушка, кстати говоря. Пытается доиграть Конди. Колорадский damage-то еще есть. Можно попытаться Даймонд прокс забрать. Ну, Даймонд! Жадный Конди! Он мог... Так, тут еще стрелял Эдвард. Ой, Эдвард может погибнуть. Мистик продолжает стрелять. Бластинг умрет, скорее всего. И Мистику уйдет. Достаточно много ХП. Нет, добьет пассивка Бластинга. Эту войну. Так, тут Стажер может убить сейчас 957-го. Паралалал, паралалал. Бьет и разлом. Попытается добить сейчас Пожароне. Нужно использовать. Эквалайзер был занюзан Рамблом. И Стажер выходит, забрав 1 на 1 957-го. Так, тут Кира сейчас может стрелять тоже. О, нет. О, нет. Цепь прокнула. Второй. О, 6. Не забирает Кира. Ну, нечем, нечем. Все, не туда. Ну, тут уже так, прям обезумели... Да. ...дабл-е. И некуда уходить. Сейчас нету искажения, поэтому здесь... Шатт-дан для нул. Кстати, вот тут, я не знаю, Снежок так себе был нул. Лучше золото оставить... Сиджуанни. ...даймонду. Ну, да, потанковать. Ну, чем быстрее танки собирают свои предметы, тем они полезнее становятся. Но, подожди. Эдвард собирает не что иное, как пылающую Кодильницу. Так что... Кодила соберет и будет кидать свой Снежок с Комнерожденного Пакта прокать за счет замедления Комнерожденный Пакт и будет получать Кодильницу пласть. Система Ниппель просто. Да. Так, тут Зеро сейчас собьет его бэк. Хитрый, хитрый такой план. Ну, конечно, W просто обезумели. Они там просто по вражескому лесу инициируют драки везде, где можно. И Стажер, конечно, хотя бы в этой игре прям один на один. 957-го переиграл. Забрал убийство в соло. Так, тут сейчас его еще раз накажут. Поддайвил даже. Ой, хорошо, можно потанчить. А там Конди сзади подходит. Ой-ой-ой. Даймонд должен выходить. Опасно, опасно. Да, дайвить было нельзя, потому что Вижена вообще нет. И убивает здесь Даймонда. Контроля карты нет. Соответственно, без крипов пойти дайвить. Да, это опрометчивый был поступок со стороны дайвитов. То есть ешь, ешь. Да, тем временем на боте Мистик использует ультимейт. Свой Final Hour пытается разыграть дальше. Бластинг. Позор играет. Мистик под замедлением. Сейчас так и хватит дэмэджа гамбитам, чтобы Мистика забрать. Ультимейт Коган не попадает по войне. И выходят игроки W. И отдав лишь два суммонера. На каждой линии просто нон-стоп драки идут. Кира здесь тоже сейчас подерется с Либланг. Она сейчас вернется, попробует кинуть цепь. Нет. Задут жила ветер. Кира два левела. Вот только сейчас девятый уровень взял. На левел целый отстает от Шея. У Шеи уже предмет целый есть. Фантом скоро будет у Киры. Четыре тысячи преимущества. Или пять. Уже пять тысяч преимущества в пользу W. И может быть заберут... Ааа, там Рамбл дает фланг телепорт. И ответ идет. И Чока тоже идет. Да, да, да. Дет ответ. Забирают вышку. Рамбл будет разыгрывать. Кидает эквалайзер. Стажер разгоняется еще тратно с Глорией. Там тем временем Либланга играет по ИСО. Пытается Кира выдержать атаки от Шея. Даймонд Прокс рядом. Тут Рамбл уже перегретый. По нему разыгрывают. Отходят. Кайтят немного. А Грейпс? Да нет. Нет, Грейпс тофп сайди забирает Соло Герольда. Стажер здесь стрял. Его будет цеплять. Помогите Стажерам. О, Стажер выходит. Рута попадает. А Зеро идет до конца. Здесь команда Гамбит. Должна разворачиваться. Четыре в пять драка. Пытается по Зеро сыграть. Он флешится через стену. Геральд падает. Просто со всех саммойнеров играет команда. Просто Чокот убегает. За ним просто все приходят. Потом обратно со скачков всех обратно в ухо. В это время Конди просто забрал Герольда. И был. И зачистил еще там верхний листок. Чуток. Синий баф забрал. Блубав. Все-таки. Ситуация очень сложная для Гамбитов. Но тут на самом деле шанс пока что шансы есть. Несмотря на то, что у Грейпса огромное преимущество теперь. Это вармап. Это похоже на вармап. Вармап. Вармапчик, да. Вот я тоже, знаешь, в момент, когда там драки были нонстопные, я тоже такой сидел и думал, блин, похоже на вармап. Играешь в вармапчик такой добротный перед турнирной игрой. Вот он обычно так выглядит. Примерно. Но пока. Кстати, вот в этой игре бластинг на Коги игра собирает не как вчера Коги собирали. Он не собирает Гвинсу. Он купил клинок разрушенного короля. Стажер. Стажерчик. Здесь пинг. Аккуратно. Разлом идет. Стажеру нужно... Он не уйдет. У него скачка нет. Там еще Штормрайдер у Конди прокнул. А там вышки Т1-то нет. Опять стажер зашел. Да даже если была бы она, не спасла. Там еще был калатрал дэмэш у Грейвса. Он бы там его добил все равно. Конечно, Вижна у Гамбитов... Не знаю. В этой игре понятно. Вообще не особо хватает Вижна. И в предыдущих играх не было стажер. Не очень любят покупать пингворды. К тому же. Есть такое. Тут пытаются красный баф отжать. Команда Гамбит. И Война его отдает. Потому что она здесь одна. На поддержке ее никого не было. И Исуу там еще сверху подходил. Но этот красный баф это такое. Не особо важное. По сравнению... Да. По сравнению со всем остальным это не так важно. Но все равно приятно. Подзабрать что-нибудь. Хотелось бы почаще вообще Грейвса видеть. Да и Рамбла тоже. Такие чемпионы, которые сейчас в мете... Рамбл явно недооценен немножко, мне кажется. Да, я тоже так считаю. Вот Грейвс послабее, конечно, год тир таких лестников. Но все равно. Грейвс с Элистаром. Тут появляется вся команда W и крошки планки. Мистика могут добить. Даймон Прокс делает это. Но тем временем Грейвс просто уничтожает. Удаляет. Как же у него много урона у этого Грейвса. Тем временем один на один Шия убивает Киру. Но Ясу это сложно на самом деле. Если ты... А по Кире очень много ганков было. Если ты там один раз умер против Лебланки, там все. Там очень все сложно. Тем более у Шия очень прекрасная, ну такая хорошая, добротная механика на Лебланке. Поэтому он тут, конечно, Ясу уже дожимает. Тем более преимущество и по левлу, и по предметам. Ну да. Понятное дело, что теперь уже... Если вдруг Кира подставляется, он умирает, вероятнее всего. Ну она приличная, там, да, 6 тысяч. Но объектов не так много забрали. Дабл Вифт с суммами. Хотя нет. Три башни, Герольд, Дракон. Эдварда подцепили. Скачок он потратил. Погиб. Так, Эдвард пытается выйти, но скорее всего умрет. Да, Бластинг. Накидывали в Лебланке. Пострелял. Изнурение также Эдвард потратил. Кира! Чуть-чуть не хватило. Почти, почти. Это было очень близко. Бластинг тем временем может погибнуть. Даймонд Прокс спасает своего АД Керри. Красный баф забирает. Эквалайзер появляется и Бластинг нагорает. Тут же Шия. И минус Даймонд Прокс. Здесь, конечно, вообще Дабл Ви ни на одной линии никого не прощают. И Конди, будучи 7-0-7, чуть не умер от Ясу, который был 0-4. Да, кстати. Это было бы забавно. Было бы прикольно. Так, вышка сейчас падает Т2 на миде. Наверное, на нижнюю линию смещаются вся команды. Там стажер грызет, грызет Конди, но... Ну, там красный смайт, кстати, надо отметить, что у Гревиса красный смайт, а не зеленый. Это подсейвило как раз его от Ясу. Ой, стажера закрыли, убили. Ну, тоже стажер здесь. Еще одна Т2-вышка падает на нижней линии, а на верхней Вейна просто фрифармит. И еще одну Т2-вышку забирает, по сути, только Т3. Там прям такой, уже не знаю, сколько минут, но это выглядит как добротный стомп. Если вначале эта игра еще, ну, выглядело как что-то, что можно теоретически камбэкнуть, то сейчас, конечно, да, смайт. Не успел он стенку, кстати, поставить, он мог пушку за доджи, тогда, возможно, все повеселее было бы у него. Неплохо он, кстати, здесь сыграл. Он сделал камбу, потом еще, перед тем, как культануть, он еще автотак успел дать. Это, кстати, правильно. Хороший механ. Так, Мистика здесь цепанули. Да, и Рамбо появился, и пробивают, ну, но очень быстро, конечно, забрали. Стажер, слышай, ульту, не было ульты, вот это плохо. Но Мистика отдал свой флеш-хилл, кстати говоря. Кира, тем временем, продолжает бой, нес и бланкой ее ультует. Пытается продолжить и добить. Кши уходит с помощью своего дисторшна. Сейчас вернется, возможно, или нет. А, Кира, хорошо. Одни игрок Ши, надо было возвращаться и потом микрить уже. Ну, Ши, ну, Кира... Это нечестно, это нечестно сейчас будет. Да, вот так, Кира с флеша! Пытается забрать Ши, но не получается. Ну, ладно, ладно. Ши сильнее, Ши сильнее. Ну, да. Хоть она и 4-0 не была. На 8 килов сильнее. Но все равно близенько, близенько. Сейчас тут ворон еще для команды. Да, близенько. Несмотря на то, что Кира 0-6, смотри, представь, у Киры бы появился. Представь, что у Киры 6-0. Блин. А у Ши... Словно представить. А у Ши 1-8. Такую ситуацию сложно представить в данной игре. Можно, конечно, если о чем постараться, прям вот очень. Но я думаю, что если было так, то... С усилением барона сейчас, конечно, W-E просто зажмут гамбитов на базе и просто потихоньку-потихоньку будут забирать стороны. А, возможно, не потихоньку, возможно, сейчас какого-нибудь дайв устроят жесткий. В принципе, Алистар под ультой может затанчить. Там... Там... Сделает комбу, уравнитель, все дела. Просто преимущество, вот знаешь, тут мало того, что... Сильное преимущество в золоте, сильное преимущество... Ну... В кеме? Да, в предмете... Нет, этого я не говорил. Сильное преимущество в золоте, да, так еще и уровни. То есть плюс два уровня на каждой позиции. О, Ши, кстати, встрял сильно. Сразу видно, он не смотрит в магазин, когда куда-то идет, или автопуть не выбирает. Да, у... Ешечка, рут! Неплохой такой урон. Да, так, знаешь... Неплохо вдарил. Ну и бластинка здесь забирает. Это будет минимум сторона, потому что мид уже упал. Я думаю, это будет две стороны, может даже конец игры. Это конец игры, скорее всего, потому что закрывают жестко здесь даймода, но чейзинг нет. Конечно, немножко... Немножко больно, немножко больно смотреть. На такой перформанс, минус... Мидлейн, понятно, что... Здесь по большей части это был уже такой фан для гамбитов, да? Набрали... Вот такой... Хотя, я бы не сказал, что прям... Кроме СО, это прям фан-драф. Взял чок от Сиджани, потом можно и Ясу пофаниться немного. Да, да. Игра ничего не решала, начало было забавное, но потом, конечно, W просто стали настолько сильнее, что просто бандшотают наших ребят, да. Есть такое, и потихоньку, потихоньку W себе оформляет чистый счет. 4-0 в группе оформляют они. Первая Т4-вышка упала, вторая Т4-вышка тоже будет вот-вот разрушена. Конди, Прокасси, Штормрайдер на Эдварде. Мистик, тем временем, стреляет по Бластингу. Мистика практически забрал. Бластик хороший урон демонстрирует. Может быть, даже гамбиты еще постреляют. Бластинг пытается добить Конди, но не тут-то было. Дабл-килл для Конди. Счет становится... О, забрал Бластинг Конди! Неплохой такой килл престижа. Может быть, даже от дефа из-за Кира бежит. Бежит защищать базу. Пока еще не закончена эта игра. Кира кидает ветерок, но не попадает. Бластинг кидает пьер, Конд Бараж пытается настрелять, но не хватает урона абсолютно. Команда Гамбит разваливается в этом матче со счетом 38 к 9. На 24-й минуте гамбиты проигрывают эту игру. И W со счетом 4-0 выходит из группы. W пока ни по зубам, ни лайнам, ни гамбитам. Они и тех, и тех переграли абсолютно уверенно. Не считая только там вчерашние первые игры, где были такие маленькие предпосылки, что еще бы чуть-чуть чего-нибудь, какой-нибудь хотя бы удачи лайнам, то они могли их обыграть. Здесь же абсолютно уверенная игра. Гамбиты покидают турнир. 0-4. Обидно, что хотя бы... Хотя бы одну карту престижа бы взять. Я, конечно, такого перформанса не ожидал. Я думаю, никто не ждал, потому что регулярка у них. Хоть там и были ошибки, но они всегда умели и камбэкнуть, и макроигра у них так не страдала. И в драфтах тоже. Хоть и были специфические, типа там какого-нибудь Хеймер Дингера на мид, когда они там пикали, но в целом у них там всегда все было неплохо. В Гранд Финал там тоже были драфты, но опять же, там один драфт был с Кармой через Тристану. Это, в принципе, драфт рабочий, просто исполнение там немножко подшатнулось. Но в целом, мало кто ждал. Обидно, досадно. В следующем году, на следующем турнире, покажем силушку. Силушку СНГшную все-таки. Богатырскую. Да, богатырскую. Ну что ж, дорогие друзья, закончилась группа А для... И для СНГ, конечно же, для нашего региона. Да и группа Б, по сути, закончилась, а остался только тайпбрейк. Да, да, да. Уяснить, кто из группы Б пойдет в плей-офф. Да, но обидно. Обидно за Гамбитов. Тем не менее, пытались, старались изо всех сил. Ну, кроме последней игры, конечно. Я думаю, что там... Хотя, может быть, старались в начале, но потом уже видно было, что подрастроились, скорее всего, и уже не пошло совсем. Но все равно, мы топили, мы болели. Конечно, кто-то ставил против Гамбитов, но все-таки... Ну, объективные у нас есть аналитики. Нет, объективно ДВИ были сильнее. И до матча, и после, и вообще. И до вообще самого турнира. Они объективно сильнее. И объективно нужно было ставить на ДВИ. Но просто так как мы из нашего региона, так и мы болеем за наших ребят, поэтому... Поэтому мы и не аналитики, поэтому мы на них не ставили. Да, ну, передадим тогда слово объективным ребятам, которые сейчас прямо разберут этот матч по полочкам. Такие вот дела. Нет слов. Гол престижа не удался. Гол престижа был забит в свои ворота. Автогол. Скорее, был автогол. Мне кажется, ну, как правильно Вандер до этого говорил, после вчерашнего дня, гамбиты сами, по-моему, не поняли, зачем приехали на чемпионат мира. То есть здесь проблемы с концентрацией, мотивацией. То есть какие... Ну, это на самом деле отговорки. То есть я вот не видел в последней игре, чтобы они старались показать, что они представляют наш регион. Я просто не увидел того, что если ты позиционируешь себя как топ-1 команды Wildcard, как многие рейтинги ставили, тот же ESPN поставил гамбиты на 15 место, выше там Фенербахче, выше HQ, выше многих команд. Гамбиты приехали так, словно это не команда, которая претендует на выход в группу, а команда, которая приехала играть за одну победу в плейне. Не за победу вообще в группе, а просто за какой-то вот колл престиж, который был в итоге забит в свои ворота. Можно было ожидать, что любая команда из СНГ этим летом, скорее всего, бы так выступила, потому что конкуренции не было. Очень много команд поменяли свои составы кардинально, не было сильного роста уровней. Команда Gambit, команда из звездных игроков. Игроки хорошие, но команда играет вместе 3 месяца. Она играет месяц 3 месяца без испытаний у себя в регионе домашнем. И в результате получается то, что у команды просто не хватает наигранности и не хватает понимания, как играть с кем-то, кто не поддается просто им буквально на драфте. То есть не было необходимости играть драфтами нормальными, ну, более дефолтными в СНГ. Не было необходимости такого. Не обыгрывали всех своими очень-очень своеобразными вот этими вот драфтами, как они привыкли играть в скримах, возможно. Я не знаю, что было там в скримах с китайскими командами, с командами LCS. Почему Рекл сказал, что это команда LCS уровня? То есть, почему все эти вещи были сказаны? Потому что синдром пока, видимо, G2 летних, прошлогодних чемпионов мира, где они выигрывали всех скримах, а приезжают, играют очень плохо. Видимо, не получилось ничего перенести сюда, не получилось найти в себе концентрацию, нервы, видимо, сыграют свою роль. Там еще и ответственность свои какие-то громкие заявления тоже начала уже влиять. Поэтому очень все это... На каждом чемпионате мира есть такие команды, которые приезжают, и они не могут собраться. А здесь еще...